Проехал километров 25 от города, еду на пляж, хотел засветло, блин, доехать, но в пробках простоял, там авария была, вместе с машинами стоял. Потом, короче, дорога плохая, блин, вроде шоссе скоростное, дорога такая хреновая была, два раза фонарь задний отваливался, хорошо, что я услышал. Взял, короче, на шашлычки здесь, на местной, которую весь город знает, мяска в лаваше, шашлычок взял в шеечку. Все, сейчас до пляжа один километр, сегодня пятница, вечер, я думаю, там движуха будет, народ с палатками должен приезжать. Такая альтернатива лесному отдыху, то есть отдых в палатке, на берегу, под шум прибоя, ну и, наверное, что-то веселое, может, будет, все вам покажу. С 22 до 7 ночью 100 рублей, легковые 300, газель 350, охренеть можно, 300 рублей въезд на пляж, я вообще в шоке просто. Ночью 100 рублей, я думал, ночью бесплатно и днем сотка. Хотя сейчас посмотрим, может, там что раздают. Здесь телевизор-то есть, вон почему так дорого. Нафига здесь телек? А, это и кинотеатр, что ли? Все, я понял, это онлайн кинотеатр. Я, блин, попал, короче, в кинотеатр на халяву, на велике. Я ничего понять не могу, нафига телевизор на пляже. Тут, короче, настраиваешь радиоволну, у вас есть такие кинотеатры? Радиоволну настраиваешь определенную, там, говорят, когда покупаешь билет. И звук у тебя в тачке, короче, как радио ловится. Вот тачки прям заведенные некоторые стоят за чем-то. А, ну чтобы, да, чтобы аккумулятор не садился от радио. Сейчас перекушу шашлычком, нагулял аппетит, блин, на велике прокатился. Офигеть здесь народу. Правда, темно, блин. Уже первый час ночи, я, блин, до сих пор в майке. По идее, похолодать должно. Тепло, это хорошо. О, я нашел то, что я хотел. Это центральный пляж Академгородка. Вон кастрики люди жгут. Музон играет. Все танцуют вон с фонариками. Складно поют вообще. Патрули плавают здесь вдоль берега со своим музончиком уже. Сейчас уже время подбирается к трем часам ночи. Вокруг гудеж, в принципе, улегает так. Становится тихо. Скоро можно будет поспать. А с утра, мне интересно, с утра, когда я встану, здесь, наверное, уже вокруг будет все заполнено народом. Это уже автор суббота. 31 градус жары. Это просто будет жесть. Ладно, все, спокойной ночи. Увидимся с утра. Да, конечно, вообще... Вообще не будет здесь. Пойдем посмотрим, где я вообще остановился. Время у нас 7.44. А пушкоя море, ребята. У нас есть море в Новосибирске. Вот оно. О, вон, электричка отъезжает от станции. В первую очередь, сами знаете, да, что с утра нужно сделать. О! В общем, принимаю стратегическое решение. Где-то до Санцепёка побыть здесь на пляже. На пляже позагорать, потусоваться. Может, в волейбол поиграть. А где-то в 10, в 11 часов, когда начнется жесть, пекло, сваливать вот в эти леса красивые, сосновые. И там спасаться от жары. Взял, короче, от комаров вот такую штуку. И такую же взял от клещей с альфа-цептрометрином. Или как там, альфа-цептрометрин. По 55 рублей. Не знаю, как помогает, нет. Потом скажу. Самый прикол в том, что комаров-то и не было. Вот вчера ночью я даже останавливался, да, когда в лесу ехал. Ну, по крайней мере, такой жести не было, как в том лесу. Из провизии, что у меня есть. Уже полюбившиеся кишью с клюквой сушеной. Финики. Лепесинка. Нектарин. 4 штука. И огурцы 3 штука. Один вчера съел. Вкусный, сладкий такой. Водичка вообще чистенькая. Зацените. Так, так, температура в реке Иопе у нас 20 градусов сейчас. В Обском море. Ну, или как, по-честному, в Обском водохранилище 21,2. Вполне купабельно. Сейчас 12.49 и примерно в 11 я сорвался с пляжа, потому что солнце начало невыносимо жечь, полить. Я пару раз покупался. Вода, вообще парное молоко. Вечером я тоже спущусь на пляж. Он находится вон там. Спущусь на пляж. Обязательно пару раз так же поплаваю. Значит, здесь где-то чуть больше часа я уже хожу, лопаю ягоду и выбираю местечко какое-то, чтобы приземлиться, чтобы палаточку тут поставить. Может быть, поспать. Потому что ночью реально часа 4 я поспал. Не знаю почему. То ли из-за шума, то ли из-за чего. Ну, и вообще в 3 часа ночи как бы не ай засыпать из-за этого. Вот более-менее нашел местечко. Тут то мох, то еще что-то, то неровная поверхность. То травы много. Вот здесь более-менее такая самая вот эта поверхность. Сейчас от шишек освобожу. Нифига, дерево какое сухое, смотрите. Оно просто... Надеюсь, не грохнется на меня. Да, кстати, и комары здесь есть. Тем средством я побрызгался. Ну, вроде меньше стали. Так, кто-то летает что-то. Но, да, кстати, перестали кусать, да. Побрызгался. Вот мой транспорт. Конечно, собираться, блин, ну, по-хорошему вот это все так скрупулезно, чтобы ничего не болталось, ничего не отваливалось. Ну, блин, наверное, час собирать. Полчаса точно прям плотной работы такой. То есть все вот эти спальнички, там, палаточки, все это скрутить. Ну, что поделать, это туризм. Цепь очистил от песка, вроде нормально, ничего не хрустит. Палочками там сидел, ковырял. И еще вторая причина, это что я свалил резко с пляжа. Потому что соотечественники начали пребывать просто в геометрической прогрессии. И уже буквально в 30 сантиметрах друг от друга все начинали селиться. Поэтому я решил уступить место ребятам, потому что сегодня все-таки как-никак выходной день. Я могу и в среду позагорать, там, поваляться на пляжу. Поспал несколько часов. Погода, короче, облачная стала. Тепло, но солнце, к сожалению, спряталось. Кстати, кстати, наоборот, когда я спал, мне оно мешало между всеми этими деревьями. Проходило и все равно подсвечивало иногда. Там я слышу гроза уже. Мне как бы тент, честно, не пришлось расстилать по-быстрому. Второй раз я отправился в путешествие с этой палаткой и уже попал под дождь. Сейчас и посмотрим, как она тебя проявит. Но ставил вообще на скорую руку. Вообще дождя не было даже по прогнозу. Видите, дождя нету. Просто облачко было и все. Дождь грозовой, скорее всего, сейчас быстро, быстро пройдет. Ну что, ребят, провизия у меня закончилась. Еду сейчас в Академгородок докупаться вкусняшками. Ну и немножко размяться тоже не помешает никогда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Первый раз сейчас попробовал переночевать без тента. Вообще огонь! Не знаю, по идее должен, когда один слой образовывался в конденсат. Я это понимаю. Но просыпался время от времени и ночью, и рано утром, чтобы чекнуть велик, который вот так я оставил на этот раз. Он с тентом. Ну не знаю, что-то захотелось прям вот. Типа, как реально спишь, вот как в лесу. С тентом все равно ты как бы в замкнутом таком месте спишь. Ну и как бы слышишь этот лес, но не видишь. Так, конечно, намного вообще погружения лучше. И ты, ну, блин, вообще супер. Просто не описать словами. Так вот, никакого конденсата не было. Завтракаю бананом. Остался еще горький шоколад у меня. Вот, и надо уже собираться. Ребят, в прошлый раз я делал обзор на палатку. Подробно так рассказывал свои первые впечатления. А сейчас хочу вам показать свой рюкзак. Это фирма, значит, 511. Военная, американская. Рюкзак называется Alhazard Nitro. Очень крутая вещица. Когда я его только купил, до этого я вообще пользовался в поездках, в многочисленных своих просто рюкзаком со спортмастера за 1700, в который, в принципе, все влазило. Ну, он, по сути, как бы бесформенный такой мешок, в который просто накидываешь, все. А тут я удивился, что он просто стоит. Он реально держит форму. Он весит где-то... Ну, сейчас он немного валится, потому что здесь я все выложил, да, с рюкзака. А здесь у меня 2 литра воды в гидросистеме, и поэтому она, ну, немного перевешивает. Сам рюкзак весит где-то килограмма, наверное, полтора. Размеры напишу вам в описании и где-нибудь здесь на экране. Меня поразило, что он держит реально форму. Ну, реально у него каркас такой, знаете. Вот это просто конкретная система такая. Здесь вот все вентилируемые, вот эти лямочки такие. Все в стропах, весь рюкзак. Ну, это, соответственно, эти лямочки тоже в стропах получается. Вот здесь большая стропа и вот маленьких много отделений. Это на грудь крепление, то есть застежка на грудь. Вот здесь еще можно на пояс цеплять. Спина, соответственно, тоже вентилируется. По износу вообще этот рюкзак практически не изнашивается. И они продаются на авито бэушные. То есть модели это с 2012 года, а они продаются на авито все, знаете, типа годовалые такие. Но на самом деле, я так понимаю, он просто не изнашивается. Поэтому люди так пишут. Но в одном месте он все-таки стирается. Вот смотрите. Здесь вот такие противоскользящие есть нашивочки, да. И вот это единственная вещь вообще, которая подлежит износу в этом рюкзаке. Это уже касается старшей модели Prime. То есть эта модель у нас где-то 22 литра, а Prime он 32 литра. Так, тоже, кстати, у меня есть. Раз отсюда начали, начну показ отсюда. Что тут есть? То есть вот две молнии. Все молнии, кстати, здесь используются UKK. Вот это японская фирма, которая производит молнии. И они, кстати, используются во многих качественных вещах. И, кстати, в этой палатке тоже у WikiK. Пользоваться ими достаточно удобно. Так вот, с двух сторон здесь, то есть с любой стороны можно открыть. Здесь у меня вот питьевая система, и я все вытащил из рюкзака. Ну, и питьевую систему не захотел вытаскивать, поднялся. Вот здесь можно, допустим, ее открыть, налить сюда. Трубочка проходит вот здесь. Здесь еще у нас получается... Это, наверное, подвешивать эту систему, не знаю. Но как бы я свою не стал подвешивать. Я просто вот так подвернул. Вот так туда завернул. До трех литров она позиционируется. Вместимость. У меня она на два литра здесь. И, соответственно, трубочка вот здесь... Ой, что я сделал? Соответственно, трубочка вот здесь выходит. Ну, и здесь можно цеплять хоть где ее там. Значит, сбоку здесь опять же все в этих стропах. И также присутствуют под липучку места. То есть туда можно это велкро, липучку крепить. Здесь можно крепить какие-то палки. То есть вот для длинного, для чего-то. То есть что-то туда просовываешь, крепишь и все, и несешь. С другой стороны так же. Ну, можно, допустим, трекинговые палки. Можно еще что-то. Весла какие-то. Ну, с этой стороны аналогично все в стропах. Значит, снижу рюкзака. То есть присутствуют вот такие вот ручки тоже. Ну, то есть где-то его тягать, куда-то засовывать. Где-то нести, куда-то подавать. Знаете, вот эта штука, она вроде здесь типа и не нужная. Но ей пользоваться очень удобно. И она, ну, все равно придает рюкзаку такой крутости. А здесь, значит, отверстие для слива. То есть, если что-то у вас там внутри мокрое лежит. Вот здесь, соответственно, это все сливается. Ну, и может какая-то минимальная вентиляция. Соответственно, здесь тоже, повторюсь, стропы. Они тут просто везде. Как их юзать, я пока, честно, не знаю. Пока не пригодились. Вот. Вообще, это рюкзак военный, тактический, штурмовой и так далее. Ну, естественно, я как бы простой гражданин, мне как бы это не нужно в быту. Но я купил такой рюкзак, потому что он прочный, надежный. Ну, и по другим причинам, которые сейчас я вам буду показывать и рассказывать. Начнем с основного отделения. Здесь отсоединяем. То есть, фурнитура, она вся идет дюрафлекс. Здесь тоже фирма хорошая. Что еще характерно, все отделения здесь, они открываются вот так. Так, видно? Вот так. Если у вас здесь что-то набито, мелочи какие-то еще. То есть, вам не надо открывать, знаете, ну, обычный рюкзак, то есть, он открывается вот так полумесяцем, да. И там что-то как в мешке искать. Вот, вы берете, хлоп. Здесь, ну, типа, ноутбук можно вставить. То есть, он получится, если здесь планшет или ноутбук у вас будет, он у вас будет между двух отделений основных, да. Ну, где там какие-то вещи, еще что-то. То есть, он у вас в середине рюкзака будет, ну, и максимально защищен. Но мой 14-й ноутбук сюда не влез. То есть, я не знаю, какой-то, может, 12-дюймовый там влезет. Ну, либо планшет. Здесь у нас формовочная пластиковая пластинка. Насколько я знаю, мне сказали, что сюда, типа, можно бронированную пластину вставить. Ну, и, типа, для войны там защищаться конкретно. Здесь чекуха, получается, делают их во Вьетнаме. Есть реплики, кстати, таких рюкзаков, то есть, копии. Есть люди, там, продают на Авито, типа, там, вьетнамцы, там, вынесли там с черного входа. Не знаю, насколько это правда. Есть конкретные реплики, которые отличаются по фурнитуре, по некоторой. Кстати, раз я уже затронул, ну, такое не то, что основное, но явное отличие реплики, ну, вот, если вы хотите узнать, реплика перед вами или нет, это вот эта фурнитура. Видите, она туда наполовину скрыта, да? На реплике она торчит. На реплике вы вот так вот отгибаете слегка, и вы видите уже ту стропу. Ну, и также много отличий, там, в принципе, в интернете все есть. Я искренне верю, что у меня оригинал. Вот тут кармашек есть, тоже, кстати, можно что-нибудь сюда положить, типа, ноутбука и так далее. Ну, и, соответственно, вот основное это отделение, то есть, рюкзак поделен на такие отделения, общая емкость, как я сказал, 22 литра, но она поделена на много отделений. Не знаю, кому-то это нравится, кому-то нет. То есть, с одной стороны сюда что-то одно большое, объемное одеяло там какое-то не влезет, конечно. С другой стороны, когда у вас много мелких каких-то вещей с собой, вы можете все это скомпоновать, и как бы органайзер такой хороший получается. Следующая молния у нас идет вот здесь маленький отсек такой, куда можно класть какие-то мелочи, очки, какие-то, ну, в общем, мелкие вещи. Есть оранжевый такой материал, да, типа велюрчика приятного такого, на фоне которого видно там все вот эти мелкие частички, даже какая-то иголочка будет, там булавочка, ее будет очень хорошо видно. Ручка, кстати, ручка достаточно удобная, и чем она удобна, ну, опять же, сравниваю с тем рюкзаком, которым я пользовался простеньким, что когда ты держишь за ручку рюкзак, у тебя ни одно отделение не натягивается, то есть ты можешь на весу где-то держать, да, и все это открывать, закрывать и смотреть. И под весом рюкзака у тебя давление, то есть ни на одно отделение не создается. Продолжаем разговор. Следующее отделение также на 180 градусов открывается, также достаточно удобно. Здесь у нас все в стропах, тоже оранжевый цвет, удобно. Вообще рюкзак такой достаточно топовый, даже вот у этой фирмы есть серия Rush, там 12-24 рюкзаки, они такие попроще, знаете, то есть там не так все продумано, но может тоже плюсы какие-то есть, как бы я не владел, я вот этот вызвал. Здесь, значит, у нас родная косметичка на этих, на липучках, то есть сюда можно умывалки, сюда можно бирочку какую-нибудь ставить, типа фамилию там или не знаю. Ну, опять же, то есть удобно, открыл, можно что-то разложить, сложить, хлоп, закрыл. На каждой молнии присутствует вот с крестиком, с таким нашивка и вузел еще завязанный. Ну, то есть я не знаю точно, зачем это нужно именно. Два таких элементика. Здесь под липучку, дальше что у нас? Здесь вот тоже под липучки стропа, то есть это как стропа и как липучка. Сюда, значит, можно складывать, ну, по своему опыту скажу, какие-нибудь тапки, допустим, на перегоне, вот когда я ехал, сюда удобно, то есть вышел с машины, сюда тапки сунул, что-нибудь еще такое большое сунул, ну, как бы и пошел. Либо, если это отделение не нужно, оно утягивается и закрывается. Вот, допустим, я сюда шлем сейчас помещу свой. Велосипедный хлоп. Можно даже, наверное, со шлемом утянуть. Сейчас попробую. Ну да, даже со шлемом, вот, в принципе. То есть что-то объемное можно сюда засунуть. Переходим к мелким отделениям. Вот, значит, первое. Здесь у нас можно что-нибудь повесить, какие-нибудь ключи. Здесь, вот, аптечка у меня велосипедная лежит. Здесь отделение есть. Здесь мелкие, то есть под ручки, под какие-нибудь еще штуки, типа, типа, даже вот эту аптечку можно сюда даже лучше сюда влезет. Вот. Ну и опять же, отделение открывается полностью. То есть бывает, когда у тебя напиханы здесь ключи, какие-нибудь камеры, не знаю, телефоны, еще что-то. Ты открываешь вот так, допустим, да, ну и там что-то роешься вот так вот по локоть туда, руку засунул. А ты взял, хоп, открыл и вперед шуруешь. И последнее у нас отделение идет. Оно вот так до сюда. То есть под какой-то паспорт здесь еще что-то можно положить, что постоянно достаешь. Опять же здесь все в стропах. То есть вот это, то есть это липучка. Туда всякие эти эмблемы там вешают, там черепа, там кто там почему убирает. И также здесь, видите, можно вешать и что-нибудь. Да, даже вот так на первый взгляд, что можно для туристов привешивать сюда. Можно туристический коврик, допустим, да, вот этот, в рулон вот этот. Свернул, да, хлоп сюда. Вот эти даже, хоп, прошунул, да, и все. То есть все что угодно. Грузоподъемность у них огромная, у этих рюкзаков. То есть чуть ли там я по отзывам читал, там не 30 килограмм носят такие. А в большом 32-литровом в Прайме, там где-то я читал, типа 60 килограмм что-то в нем таскали на метро, там кто-то ездил. Чуть ли не каждый день. Конечно, на велике с таким рюкзаком ехать, это полная дичь. Но я вот решил попробовать. В принципе, он у меня практически пустой ехал, потому что я все там на багажник загрузил. Важный момент по ценнику, значит. Они сейчас продаются новые, хоть модель там из 2012 года. У официалов такой стоит 14к. Конечно, это, ну, дичь. И я, естественно, себе не мог позволить рюкзак за 14 тысяч купить. Не мог позволить, не смысле, что у меня нет 14 тысяч, а в том, что я на рюкзак не могу выделить свой бюджет. Ну, у меня просто моя жаба внутренняя сразу прикончил меня. Где-то там у неофициалов в районе 12 вроде можно найти новый такой. А я же, что я сделал? Конечно же, я купил его на Авито за 6 тысяч рублей. По легенде, там, использовали мало, там, пару раз, там, и так далее. Вот. Но, опять же, здесь вот износ есть. Ну, даже если его и использовали, я говорю, это такая вещь. Это просто термоядерная, неубиваемая вещь. Можно хоть сейчас с ним на Луну. По цветам они бывают черные, бывают какого-то песчаного цвета, бывают эти... Камуфляжные. Этот же цвет называется Double Tap. Мне он просто намного больше нравится, чем все остальные. Причем, что камуфляжный, вот этот как-то мультилап или как он называется, он еще и дороже, потому что там какая-то ткань с каким-то сертификатом. То есть она такая же по прочности, но вот именно на рисунок какой-то сертификат, чисто маркетинг. И она дороже. Но во всех цветах, в остальных, эти рюкзаки все равно выглядят какими-то военными, знаете, какими-то, ну, специфическими для охоты, там, для рыбалки, для еще для чего-то. А этот же цвет, он, во-первых, двухцветный идет, черный, вот, допустим, он просто весь черный и все сливается, да. А тут идет, во-первых, элемент дизайна такой очень хороший, во-вторых, он как городской, просто, допустим, где-нибудь с ним идешь, он не смотрится ни военным, ни каким-то специальным. Но на самом деле очень функциональная штука. Короче, парни, всем рекомендую. В прошлый раз хвалил палатку, хвалил, сейчас вот рюкзак хвалю. Ай, блин, ноги затекли уже, ё-моё. Смотрите, кто обзор смотрел вместе с вами, паути. Ребят, ну что, напишите в комментах, может, какие-то у вас тоже рюкзаки, я не знаю, я особо не разбираюсь, вот, реально, вот эту фирму 5.11 как-то где-то случайно встретил. Может, еще какие-то фирмы есть достойные, да, потому что я вот люблю, если честно, вся и вот эту тему сумок, рюкзаков. Я сейчас и какие-то легкие для походов там, куда, блин, шушки падают. Какие-то легкие там рюкзачки сейчас для походов, которые там меньше килограмма весят, заказываю. С удовольствием пообщаюсь с вами на эту тему. То есть это очень важные такие моменты, потому что для путешественника, считай, рюкзак это твой дом. У меня тут небольшой бордельник, значит, я решил сейчас, значит, коврик туристический вот таким образом уложить в гермомешок, да, это все отдельно я вез, а сейчас попробую вот так как корзину использовать, туда все накидать. Блин, это клейс, что ли? Смотрите, или это обычный паук какой-то? Вроде как клейси, они максимально опасны весной, насколько я понимаю, а сейчас вообще в этом году ранняя очень весна была, возможно, они уже должны были наесться. Ну все, срываюсь с места, мусор, значит, собрал, мусор это только мой, особо здесь не нашел какого-то чужого мусора. Значит, сейчас вот так поеду, то есть сделал гермомешок, туда все влезло у меня, рюкзак практически пустой. Сейчас проверю эту схему, и, кстати, сейчас поеду в город Берцк и попробую купить там велоштаны вот эти большие. Продают там штаны, ну такие простенькие, с Алиэкспресс, которые стоят на Али 1600, они продают за 800 рублей. Нормально, мне кажется. Ветрище, вообще жесть, сегодня порывы, даже в прогнозе там ветерок был нарисован. Зато на обратном пути ветер спину будет дуть. Мусор, короче, аж до Берцка завез. Забыл, что-то про него. Но он особо и не мешал. Кстати, у системы вот эта вообще норм. Аэродинамическая получается велорюкзак, велоштаны, он получается торчит. Вот так вот. И при таком ветре, особенно как сейчас, меня бы штормило еще сильнее. А тут он такой прям, как пуля. Алло. Такой велорюкзак вот купил, зацените. Всего за 800 рублей. А только один чехол, который мне дали к нему, стоит, наверное, в районе столько же. Блин, тут, правда, я его задом наперед одел. Сзади должно быть. Ну ладно, сейчас пока долететь, я перекладывать вещь пока не хочется. Вот такой чехол только стоит денег отдельно, если покупать. Так, вот мой сегодняшний обед. Значит, зеленое яблочко, самса с курицей и кекс. И кофе американо зерновой. 79 рублей. Блин, жесть, сейчас 42 километра пилить, короче. На машине по каждому часу 5 минут. Я, наверное, часа 3 покрылся. Сразу видно, что камера здесь работает. Никто по праву не объезжает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, внезапно начался дождь. Я уже практически в центр города подбираюсь. Ну, еще километров 10-15 ехать. Надеюсь, это ненадолго. Вроде дальше вон светло. Сейчас маленько прибьет пыль. И дальше помчу. Пацаны, никому не надо решетку на Хонду. Почти как новая. Вон, можно на троме выставить за рублюшку ее. Ха-ха, отмыть. И полазить по стратегическому объекту. Видите, маленькая там сыра вставать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вон, видите, солнышко появляется. Можно стартовать. Это мне повезло еще с мостом с этим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА БМВ тоже рулит. Помните, в этот салон я ездил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, господа, это самый центр нашего города. И это самый центр нашей великой страны. И это значит, что... Вы прибыли в место назначения.